Сейчас они не интересны не сами по себе, а просто как пример рекуррентной последовательности. Что значит рекуррентный? Current events, текущие события, да? Что такое ре-покуррентный? Значит, возвращающийся. Рекуррентная последовательность выражает очередное число каким-то образом через предыдущее. То есть, если я хочу найти следующее число, вот по этому правилу я должен взять и сложить 8 и 13 и написать это на 21. А потом, если я хочу найти следующее, я должен буду сложить найденное число и 12. У нас было несколько определений. Все, ни в коем случае я сейчас напоминать не буду, потому что, что называется, Тарсон Василович Розумеет, и, кому интересно, посмотрите следующее занятие. А вот одно из определений, я напомню, оно довольно тесно связано с тем, что мы будем делать с вами сейчас. Определение было такое. Если есть одна клеточка, то мы на ней стоим и никуда не идем. И это можно сделать единственным образом. Если есть две клеточки, то мы делаем шаг. И это тоже можно сделать единственным образом. Если есть три клеточки, то вариантов два можно перепрыгнуть, а можно сделать два шага подряд. Вот так можно пройти. Это два варианта. Дальше, если помните, было три варианта, когда четыре клеточки подряд. Какие там варианты. Можно сделать все шаги. Что можно еще сделать? Можно прыгнуть и пойти. Можно пройти и прыгнуть. Можно пройти. Я сейчас беспорядки пишу. Мне не так уж важно. Второй раз. Все. Там одинаково. А, ну, 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 я должен сначала пройти. Спасибо. Я должен сначала пройти, а потом пройти. Кому интересно, вспомните, нарисуйте эти картинки, поймите, почему регуриантная последовательно такая. Идея-то была простая. Мы можем или сделать первый шаг, или сделать первый прыжок. Если делаем первый шаг, то задача сводится к полоске, которая на одну клеточку короче. Если делаем первый прыжок, то, соответственно, такое число вариантов. Ну, все. Напоминание на этом давайте будем считать законченным.